Знакомство с органом состоялось в концертном зале Азбеста. В роли экскурсовода выступил известный музыкант-органист Тарас Богинец. Сегодня мы пожаловали к вам с органным концертом, и не с простым органным концертом, а еще и с новым органом. Это очень важное событие в культурной жизни Свердловской области. Мне очень приятно, что в Азбесте, в городе, где органы и концерты уже почти 10 лет пользуются интересом и успехом, мне очень приятно, что здесь этот орган новый сыграет и пройдет, можно сказать, инаугурация этого инструмента, поскольку у нас орган – король музыкальных инструментов, и вот первое выступление в городе всегда – инаугурация. Орган, привезенный в Азбест Тарасом Богинцом, оказался достаточно компактным, совсем не таким, каким обычно представляют этот инструмент. Он работает от электричества и оснащен электронным табло. Тут прелесть этого инструмента в том, что на нем будет великолепно звучать любая музыка, поэтому тут особого выбора не стоит, любое произведение открывая, играя, это будет прекрасно звучать. То, что он компактный, так это результат того, что у нас задача была такая, чтобы мы могли с ним ездить по городам Свердловской области, играть в тех городах, где трубных органов не было всю историю этих городов, по 300, по 400 лет. Еще неизвестно, когда эти трубные органы появятся и появятся ли вообще. Поэтому мы поставили задачу, чтобы этот инструмент был довольно мобильным, но при этом у него были возможности всех самых известных, самых великих органов мира. И вот в этом инструменте на сегодняшний день 24 разных органа. Вместе с органом музыканты привезли акустическую систему. Она была расставлена по всему залу. Эта акустика давала полный эффект присутствия. Слушатель как будто находился в соборе, где играет король музыкальных инструментов орган. Сует Sem generally вып vacила статьюREC. Тарас Богинец Тарас Богинец